Российская история знает множество примеров добровольного, благотворительного труда людей на благо Отечества, и пожарное добровольчество, возникшее на Руси в середине XIX века, было одним из первых видов такой деятельности. В 2017 году в Федеральный закон номер 100 о добровольной пожарной охране внесены ключевые изменения, определившие статус работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных. Распоряжением правительства от 27 декабря 2018 года утверждена концепция развития волонтерства в России до 2025 года. Этим документом органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендованы разработать меры, направленные на содействие развитию добровольчества. Согласно данным за 2018 год, стандарт поддержки волонтерства в регионах России включен в глобальный отчет ООН о состоянии добровольчества в мире. Несмотря на повышенное внимание к вопросу развития добровольчества в нашей стране, нерешенным до конца остается целый ряд вопросов, и главный – отсутствие четко налаженного и эффективного механизма взаимодействия между добровольцами и органами власти. Рассчитываю, что нынешний форум станет авторитетной, востребованной площадкой для обсуждения наиболее острых проблем поисково-спасательной деятельности, имея в виду совершенствование нормативно-правовой базы, создание региональных ресурсных центров для подготовки новых волонтеров, наращивание сотрудничества добровольческого движения с органами государственной власти, силами гражданской обороны и МЧС. Сегодня в Российской Федерации насчитывается более 150 тысяч населенных пунктов, в том числе отдаленных и малочисленных. Именно здесь, до прибытия профессионалов, добровольные пожарные первыми принимают удар стихии. Под патронажем МЧС России активно развивается и другое, крайне важное направление – привлечение спасателей-добровольцев. Эти волонтеры принимают активное участие в тушении пожаров, в поиске пропавших людей, ликвидации последствий природных катаклизмов. Всероссийский студенческий корпус спасателей – крупнейшая общественная организация, более 18 лет взаимодействующая с МЧС России. Студенты-спасатели обеспечивают безопасность массовых мероприятий, обучают население правилам безопасного поведения, участвуют в ликвидации последствий ЧАЭС, сборе гуманитарной помощи, решений задач государственной молодежной политики и благотворительности. Наряду с крупнейшими добровольческими организациями, такими как ВДПО, Россоюз-спас, Лиза-Алерт, ВСКС, на территории муниципальных образований действует множество небольших отрядов. Основные усилия по организации работы добровольцев должны быть реализованы руководителями регионов и территориальными органами МЧС России. Законодательством субъектов Российской Федерации должны предусматриваться различные подходы по стимулированию добровольных пожарных и спасателей, такие как налоговые льготы, дополнительные социальные гарантии, механизмы страхования жизни и здоровья добровольцев и волонтеров. Необходимо сформировать условия для выделения специализированной техники, оборудования и помещений. Территориальным органам МЧС следует уделить особое внимание учету добровольцев, организации их подготовки и привлечению не только к тушению пожаров и ликвидации ЧАЭС, но и для профилактической работы. Важным является привлечение добровольцев и волонтеров к проведению учений и тренировок в рамках системы РСЧС. Следует отметить положительный опыт проведения соревнований среди добровольческих подразделений. Такие мероприятия позволяют привлечь дополнительное внимание к теме добровольчества, обеспечить обмен опытом и знаниями, повысить слаженность подразделений Федеральной противопожарной службы и добровольцев. При формировании должных условий и комплексном подходе добровольцы и волонтеры станут надежной опорой для органов государственной власти в деле формирования культуры безопасности и в ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций.